Банково. Все, что здесь происходит, сейчас записывают камеры наблюдения. Восемь из них установили еще в 2011 году, но работали они со сбоями. Одну камеру украли. Нынешним летом систему восстановили. Порядочные граждане нашего города, которые приходят с детьми, они никакого урона не несут. Это для них все создано. И они первые пользователи этим всем. А вот для... Хотелось бы акцентировать внимание для молодежи, которые пытаются распивать спиртные напитки и все это ломать, то, что делается для детей. Так вот здесь, на сегодняшний день диспетчер фиксирует этот случай и сразу же делает звонок правоохранительные органы. Появились камеры и в этом детском городке. Их тут три. Что происходит на площадке, можно отследить и днем, и ночью. Новые камеры, которые стоят на детской площадке, оборудованы К-подсветкой, то есть ночной съемкой. И, в принципе, лица и ситуацию можно и ночью разглядеть, и предоставить данные, если вдруг какое-то происшествие в милицию. Пульт управления камерами находится в здании мэрии. За тем, что происходит на улице, круглосуточно наблюдают диспетчеры. Все записанное видео сохраняется в архиве. Большинство опрошенных нами горожан поддерживают такое нововведение. Нужны, конечно, камеры, чтобы был порядок. Обязательно. Чем можно больше. Всякое хулиганство будет зафиксировано. И потом разбираться будет легче. Люди будут бояться, молодежи особенно. Беспорядка. Молодежь у нас не очень хорошая по аккуратности. Накидают, ломают. Те же лавочки ломаются. Даже та плиточка ломается. А если бы кинокамера это все фиксировала и принимались меры после просмотра, наверное, было бы и чище, и аккуратней. Система видеонаблюдения обошлась городской казне в 30 тысяч гривен. Новые камеры пока устанавливать не планируют. Екатерина Минаева, Панорама.